Друзья, рядом с нами Марат Кулаев. Марат, поздравляю вас с победой. Уже успели подкрепиться? Да, успели подкрепиться. Игра была хорошая, соперник бился. Было много борьбы, но нам удалось победить. Очень важная игра у вас была принципиальная с командой Академии Динамо. В случае победы они могли приблизиться к вам на расстоянии одного очка. Что сказал тренер перед матчем? Какая была задача, установка на игру? Выиграть 100%. А во втором тайме? Показалось, вы стали действовать чуть получше, чем в первом. Привыкли к полю, мы никогда не играли еще на натуральном газоне. Дождь внес свои коррективы? Да, чуть-чуть. Сильно радовались после победы в раздевалке? Да. Памятное фото. Успели уже сделать? Да, будет. В Юфелле. Ну и что касается стадиона? Стадион хороший. Вы же понимаете, что на этом стадионе играл очень много известных, легендарных футболистов. Да. Приятного? Ну что, нам остается только поздравить вас и пожелать вам удачи. Спасибо. Это был Марат Кулаев. Друзья, рядом с нами тренер Академии футбола «Аланья» Олег Тикаев. Олег, поздравляю вас с победой. Важнейшие три очка для вашей команды. Насколько сложно был матч? Довольно-таки сложно. Особенно первая половина. Потому что мы и к газону привыкали, к натуральному покрытию. И немножко дождь внес свои коррективы. А мы во главу угла ставим контроль мяча. И немножко в первом тайме не удавалось так зацепиться. Не то, что зацепиться, но под контроль взять хорошо мяч. Но в втором тайме уже как-то приспособились и к полю, и к погоде. И уже стало легче. Мне показалось, наоборот, с дождем вы стали играть еще лучше. Приспособились. За счет чего сегодня вам удалось обыграть соперника? Наверняка смотрели игры, анализировали. За счет, не то чтобы каких-то наигранных комбинаций, за счет индивидуального мастерства наших игроков. За счет определенных, за счет полуфлангов мы старались действовать. Получил соперника, похвалю. Соперник очень неудобный, особенно в середине поля. Очень техничная команда, организованная. То есть нам было сложно. Конте я сегодня вновь забил, оформил дубль. Поздравляем его. Дополнительная какая-нибудь для него награда ожидается, кроме поздравлений? Да, наград пока далеко. Ну и не могу вас тоже не спросить про стадион. Ну, стадион это просто, конечно, уровень. Уже здесь ребятам тоже мы сами рассказали, что здесь и Карлос, и Тоу, такие игроки играли. Виллиан. Вообще это история целая. Приятно было. С положительными эмоциями будете езжать в Олгикообраз. Не с отрицателями, точно. Что ж, пожелаем вам удачи, успехов. Это была хорошая игра. Всего доброго. Это был Олег Кантеев, главный тренер Академии футбола. Тикаев, Академия футбола Ланя. Амин Гокосов рядом с нами. Амин, тяжелая игра. Что сегодня не получилось? Ну, в первую очередь завершение атаки. Ну, сами видели, очень много было моментов, но они завершали. И в защите были провалы тоже. Две атаки, можно сказать, опасные. Я один гол и во втором пенальти тайм. Почему, приближаясь к штрафной площади соперника, ваши партнеры не били по воротам? Не знаю, из-за нервов, наверное. Может, хотели до Вернова довести. Не знаю. Первый тайм был лучше, чем второй. Погода несла свои коррективы или подустали? Мне кажется, была какая-то спешка. Хотели все сравнять счет, даже победить. И красный тоже повлияло. На позицию в матч. Сильно расстроились. Что сказал тренер в раздевалке после игры? Ничего. Несколько коррективов вел. Сказал, надо двигаться дальше. Но сверх поднять и все. Скоро поедем тоже в Вадикавказ. Там тоже будем играть. То есть реванш постарайтесь взять? Да. Ну что, желаем вам удачи, успехов. Спасибо. Вару рядом с нами главный тренер. Команды, помощник, тренер, главного тренера. Руслан, что сегодня не получилось? И были ли моменты, которые вам понравились в игре? Ну, кроме результата, естественно. Личные наши моменты или соперника тоже в общем. Ну, не получилось. Мы считаем, что только из-за того, что где-то передерживали в основном чисто такое, которое явно бросается в глаза моменты. А так соперник, соперник достойно, конечно, показал себя. Они вот, как говорится, делали все, что необходимо, быстро. И доводили свои моменты до конца. Ну, и у нас, конечно, были моменты, которые можно было довести до конца. Но здесь точно невозможно сказать, если они переживали или что на них давлило. Сказать, что что-то давлило тоже. Не знаю. Индивидуальная игра сегодня была больше, нежели чем командная. Согласен? Да, наверное. Есть такая. И не хватало ударов поворотом со стороны того, что оказалось. Удар в поворотом, наверное, ваш? Ну, есть определенные ребята. Да, да, да. Да, да, да. Совершенно верно. Просто есть ситуации, где, ну, когда уже соперник знает, что ты будешь делать, там нужно поменять. По поводу пенальти не могу не спросить. Вы смотрели уже повторить? Нет, еще нет. Как вам показалось, был пенальти? Пока. Отсюда не было ничего видно. Единственное, вот сам игрок, если скажет, на самом деле, там, как получилось, только из этого можем. А видеосъемка плюс, попозже, наверное, только будет. Момент с красной карточкой, это ключевой эпизод этой встречи? Не сказал бы, не сказал, просто там, ну, на наш взгляд, она там не должна была быть, там, уже и пенальти, и еще и карточка. Поэтому сказать, что судья был неправ или прав, мы не можем судить так точно. Посмотрим, разберем и уже будем делать выводы, да, кто виноват. Ну, и что дальше? Сильно расстроились этим. Ну, все-таки ключевая, важная игра была. Ну, а что делать? Не будем останавливаться, да? На сегодняшнем будем дальше работать. Есть куда стремиться. Поэтому... Что ж, удачи вам в дальнейших играх. Спасибо. 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 Спасибо.